Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания, с Вами ведущий Владислав Майструйк, моим собеседником сейчас будет Сергей Гармаш, главный редактор издания «Остров». Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Вы 4 ноября Вашим же написали статью. Нет, не я. То есть она, может быть, написали Вы ее раньше, но… Нет, в смысле, не я ее написал. А, не Вы ее написали, на Вашем интернет-издании, да, вышла статья. «Как Порошенко становится Януковичем или становление семьи-2?» Ну, это такое серьезное обвинение, в принципе, в адрес президента нынешнего. Серьезно? Я думал, что это уже ни для кого не новость, естественно. Ну, понимаете, тут же надо смотреть, ну, смотря что мы имеем в виду. Смотрите, статью писал экономист. Я не экономист, к сожалению, в экономике не особо разбираюсь. В данном случае там даются конкретные факты, экономический анализ сделан бизнеса и сравнение, да. О чем речь? Ну, во-первых, стиль правления, да, заключается в том, что первая семья расставляла везде своих людей на все ключевые должности, потом из этого получала, так сказать, доход. То же самое мы видим сейчас. Там был Арбузов глава Национального банка, здесь Гонтарева глава Национального банка. В Сочи. В Сочи. Да. Там были свои люди практически во всех ведомствах. Здесь тоже НКРЭ, комиссия, национальная комиссия, регулирующая стоимость в энергетике. Бывший менеджер Порошенко. Фонд гарантирования вкладов физлиц, та же банковская система, опять же, бывший менеджер Порошенко. О чем это говорит? В принципе, те же самые. Единственное, что если Янукович вкладывал деньги, делал свою империю на сектор реальной экономики, то президент Порошенко, поскольку реальная экономика сейчас сдохла просто, да, он делает деньги именно в банковской сфере. Ну и на акциях, фондовый рынок. Опять-таки не в Украине, потому что у нас тоже украинский фондовый рынок тоже. Нет, ну используя украинский фондовый рынок, да, украинский капитал там, вот. И учитывая, что, допустим, если банк Януковича, мы помним, да, был такой Саша Януковича банк, вернее, я уже даже не помню, как называется. Сам тоже забыл, его ж ликвидировали тоже. Да, вот. Он очень быстро наращивал свои капиталы, то если сравнить с банком Порошенко, банк, Международный инфекционный банк, то за полтора года президентства Порошенко он ввели свои активы в 2,3 раза. Хотя сейчас война, тогда было мирное время. Ну вот, как бы, если мы говорим об экономике, если говорить о политике, ну, честно говоря, тоже большой разницы я не вижу. Опять же, расстановка своих людей в политические структуры, да, тоже Верховная Рада, Гройсман, Каноненко, бывший сослуживец. Стиль общения с Верховной Радой, то есть через колено ломать депутатов, все тоже остается, сохраняется. Те же смотрящие по регионам, ну, раньше они занимались экономикой, как бы, зарабатывали деньги для семьи, сейчас смотрящие по регионам, насколько я знаю, зарабатывают больше для себя, а президента интересует лояльность этих регионов. То есть те же, то же депутаты, да, контролируют, как бы, регион, решают там политические вопросы, ну, и по ходу дела решают свои еще вопросы. То есть система особо совершенно не поменялась. Я могу еще добавить, что, ну, несмотря на то, что глава администрации президента Порошенко Борис Ложкин является медийщиком, ну, он возглавлял огромнейший холдинг, украинский медиахолдинг, с коммуникациями в администрации президента все очень-очень-очень-очень плохо. Я просто припомню, да, когда вот был задержан Геннадий Корбан, уже в Фейсбуке там говорили, что Порошенко как Янукович, там, т-т-т-т-т-т. Порошенко и администрация молчали. Ни слова. Я причем проверял, и Ложкин молчал, и Порошенко молчал, и Цеголка, пресс-секретарь президента молчал. Причем я проверял все и Твиттер, и Фейсбук, и сайт президента. Полный штиль. Это при том, что многие уже себе сформировали мнение, а президент высказал свое мнение уже на следующий день, когда он ввел интервью, то есть он добавил интервью к украинским большим телеканалам, опять-таки. Не, ну да, вот стиль общения с народом тоже, в принципе. Запоздал. Такой же, ну это не запоздал, это его отсутствие. То есть он, в принципе, власти и президенту, наверное, безразлично, как к нему относится народ. Он думает, что всегда это можно изменить. Там, манипуляции. Не забываем, что в отличие от того же Януковича, Порошенко это реальный олигарх. Да. Он контролирует не только, скажем, государство, да, но и СМИ. И бизнес. Ну, Алик Янукович тоже контролировал СМИ. У него все признаки. Ну, у Януковича... Через партнеров, правда. Да. У него было СМИ. Это все было, ну и не изначально. Янукович был быстро сделанный, скажем, олигарх. То есть он пришел на должность и сделал себя. Сделал себя олигархом. Вернее, его сын сделал его олигархом. А Порошенко олигарх, скажем, большой выдержки, да, умный человек. Да, это не отнять. Съевший, как говорится, собаку и многих партнеров, наверное, и противников по пути к своей должности и к своему состоянию. Поэтому это не просто Янукович. Это более... Янукович в квадрате, скажем. Он более умный, более хитрый. Нет, умный, хитрый. Но посмотрим, как он в дальнейшем будет использовать свой ум и свои остальные положительные качества. Да, может быть, какие-то сдвиги и будут. Потому что ставить крест после два года не хотелось бы. Не потому что... Мне кажется, честно говоря, для меня уже я ничего не жду особо. Потому что, ну, два года это достаточно, чтобы увидеть. Да. Когда, если он говорит, что недавно было заявление, что после выборов мы начнем реформу. Да, стремительная реформа. После выборов начались аресты. Да. Ну, может быть, это в его понимании это реформы. Ну, с другой стороны, начались аресты разных. Ну, опять-таки, аресты. Пока что арестовали... Пока что... Домашний арест получил только Корбан. И опять-таки, спецоперации, 500 человек, все. В итоге, человека держали трое суток, да, не предъяв ему никаких конкретных обвинений, ну, в суде, по крайней мере, да. В итоге, домашний арест. Ну, выглядит странно. Может быть, адвокаты у Корбана просто гениальные, да, что, несмотря на всю тязкость обвинений, они смогли его достать из СИЗО, из тюрьмы и отправить обратно домой, в Днепропетровск. Но посмотрим. Ну, вот я хочу обратить... Можно эту фотографию уже убрать. Я хочу, ваше внимание и зритель, обратить на еще одно задержание, которое произошло вчера. Вчера появилось около обеда такое сообщение. СБУ задержала Елена Лукаш. Причем Елена Лукаш, которая находилась в международном розыске, это, напомню, это бывший министр юстиции времен президента Януковича, а потом в итоге Елена Лукаш берет. В Киеве. В Киеве. И как оказалось, как сказала сама Лукаш, она полтора года жила в Киеве. Да, ну, не там, где она жила раньше, по другому адресу, но найти ее было можно. То есть, в международный розыск это уже смешно выглядит. Ну, давайте посмотрим это видео. Оно меня впечатлило. Я объясню после того, как мы его посмотрим, почему. Мы бы хотели еще продемонстрировать видео, в котором есть сама Елена Лукаш. Записано сегодня. Меня зовут Елена Лукаш. Сегодня 5 ноября 2015 года. Я нахожусь в городе Киеве. И сейчас вместе с сотрудниками контрразведки службы безопасности Украины направляюсь для дачи пояснений показаний допроса Генеральному прокуратуру Украины. Никакого давления на меня никто не осуществлял. Обычный нормальный человеческий разговор с сотрудниками контрразведки прошел спокойно, толерантно. Никаких претензий, замечаний у меня к ним нет. Мои права не нарушаются. И сейчас я добровольно направляюсь для дачи показаний всем правоохранительным органам, которые будут в этом заинтересованы. Наразі до нас у нас зібрана информация, яка може підтверджувати можливість вчинення пані Лукаш злочину за статтею 191 Кримінального кодексу України та статтею 366. Питання у тому, що у період літа-осені 2013 року пані Лукаш, зловживаючи своїми службовими обов'язками міністра юстиції України, за попередньою змовою з іншими працівниками Міністерства юстиції, фактично штучно провела тендерні процедури з метою реалізації, увага колега, загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. І в процесі реалізації цієї програми заволоділи грошовими коштами на загальну суму більше, ніж 2,5 мільйона гривень. Хочу знов таки повідомити, що у вересні цього року ми звернулися до Інтерполу щодо оголошення пані Лукашу у міжнародний розчук, але сьогодні так сталося, що вона повернулася на Україну і була затримана безпосередньо в місті Київ. Сотрудники СБО кажуть, що вона повернулася. І на Лукашу, як я раніше кажу, що вона нікуди в принципі не уїжджала. Тому як вона могла б уїхати, як вона була в міжнародному розыскі? Ё би славили. Ну, як з Марковым, в принципі. Случай у витогі. Мене, ви знаєте, що впечатліло? Само видео Лукаш, видеообращення Лукашу. Але їй б ще дали газету, яка б підтверджала, що це 5 ноября було. Я не зрозумію, що це таке... Сама форма мене розмущає, розумієте? Я не знаю, чим закінчиться цей суть, закінчиться ли він вообще чем-либо. Але форма, беруть у человека і роблять відео. Тобто не вона добровольно робить якісь заявлення, а її записують. На самом деле ми не знаємо, може б вона, як умний чоловік, рішила зробити. Умний чоловік б сказав би, і сама, у нього є знакомі, зі середі медіа, які могли б розпространити це відеообращення. А тут на пресс-конференцій СБУ вони розпространяють це відеообращення. Ну, це странно. Нічого странного на самом деле немає. У нас вообще сейчас политика дуже театральна. І всі ці задержання, починаючи з Корбана, потім приходить следователь прокуратуры в Верховну Раду на Согласительний Совет для того, щоб задержати Новинського. Которого там не буває на Согласительному Совете. Це все робота на публіку, якраз желання, наверное, показати, що все-таки преследують не тільки, скажімо, Днепропетровських, до Корбана, а й бувших регіоналів. А в обществі є вістребованість, щоб регіоналів бувші відповіли за те, що було на Майдані, і взагалі за те, що привело к Майдану. Ну да. Ось прокуратура і МВД, вони роблять відповідь, що цей процес відбувається, я думаю, задержання Лукашів, яке ще не знайомо, що закінчиться, скоріше, нічим. Вона зараз проходить як свидетельників. Так, це все якраз создання цього інформаційного фону. Ну, зараз сменимо тему. Хочу поговорити про Донбасс. Донбасс – президент, і не тільки президент. Після особливо паріжської встречи все говорили, що перемиря, були відведені тяжелі вооруження з обеїх сторон. Ну да, с оговорками со сторони ОБСЕ, що касається, що там роблять сепаратисты. Але, тим не мене, в итоге сьогодні вступає інформація, що Донецк обстріляє тяжелі артиллериєю. Почти каждый день, несмотря на то, що говорит Генштаб, появляється сообщення, що хтось із наших солдат погибає. Є перемиряєю чи немає? Ну, смотрите, я не знаю на вашому каналі, але я сразу сказав, що закончатся выбори, закончатся перемиря. Тому що у нас і в прошлом году перед выборами перемиря було, і в цьому теж. Перемиря вже фактично немає. Тяжелі орудия вже стріляють. В Донецькій вже 4 днів слышна серйозна канонада. Уже є разрушення на Трудовських, це мікрорайон Донецька, в інших районах. Наскільки знаю, ведуться бої, навіть в Песках. Трудно сказати о потерях, со сторони военних. Я знаю, що вроде би є потери со сторони мирних жителів Донецьки. Але це все не підтверджено. Але то, що перемиря нарушено, то, що ведуться боєві действі, об цьому вже заявили. І наші, собственно, сьогодні Лысенко об цьому говорив. І ДНРовці заявили, і даже Стрелков прокомментировав. Причем у всіх разна версія. Наші кажуть, що боєвики їх провоцірують, для того, щоб Україна сорвала Мінський процес. ДНРовці кажуть, що українські военні преступники, так Басурин назвав наших, обстріливають Донецьк. Тільки непонятно, с яким целью. І обратився, кстати, сьогодні було відеообращення к министрам іностранних дел, які сьогодні в нормандському форматі собираються в Париже, для того, щоб воздействували на Україну. А Стрелков вообще пояснился дуже просто, що поменяли, значит, наші регулярні части на національні батальйони, нацбати, як вони їх називають. Эти не можуть здержатися, починають стрілять. Более того, по словам Стрелкова, наші даже отвоюють какую-то територію і целью свою ставлять разорвати Донецьк і Горловку. І якобы це робиться успішно. Що на самом деле, честно говоря, трудно сказати, кроме того, що бои реально ведуться, і вже обстріливаються дійсно жилі кварталі. Але мій аналіз, я сьогодні аналізував, я думаю, знаєте, що, якщо все-таки, якщо смотати, кому вигодна, то вигодна ця війна сейчас дейнерівцям Захарченко. Чому? Тому що дуже тяжелі складається там соціальна ситуація. Тільки на цій неділе було нескільки видеообращень в інтернете, ми, можливо, отслеживали, коли военні, там, бувші подразделення національної гвардії вийшло, провело митинг своїй, з требованням заплатити їм трехмесячну зарплату і жаловались о том, що їм негде жити, і якби не на що существувати. Донецькому? Так, і семьи, і їх убитих товарищей никак не підтримуються государством і прочим. Государством? Ну, їхнім государством. Ну, то, що називають государством. Потім було ще одне знакове видеообращення уже к Стрелкову, де артиллерісты, стоящі под Мариуполем, обратились к Стрелкову с просьбою, щоб він помог їм обеспечити їх зимним амбуднированням. 98%, як вони сказали, у нас немає амбуднировання, т.е. не одеті люди просто. немає нормальних вооружений. Т.е. ситуація в ДНР действительно дуже серйозна сейчас. Я знаю, що є недовольство в зв'язі з обмінюю выборов. Т.е. знаєте, це дуже похоже на те, як нас Янукович тянув, тянув в светлое европейське будущее, а потім раз і дал по тормозам. Т.е. там буде свій Майдан? Т.е. там не буде свого Майдана наверняка, тому що там їхній закон запрещає вообще проведення митингов каких-то. Тридцять суток. Тридцять суток. Тридцять суток. Тридцять суток. Тридцять суток ареста можна получить, якщо ти вийдеш на площадь Ленина в Донецьку сказати, що ти думаєш об цій власть чи ще щось. Та разниця между тем, що показують по телевизору, а телевидення, я напомню, у них по закону все государственне. У них нет никаких частних телеканалів вообще СМИ. У них все СМИ полностью контролюється їхнім так называемым государством. Це все приводить, естественно, к тому, що люди спрашивають, куди ми йдем і що строимо. І даже интересно було, на прошлой неделе подводили итог годовщини ж виборів. Там 2 ноября в прошлом году вибори, де Захарченко избрали как раз головою ДНР так называемым. И чуть позже Плотницкая нет, по-моему, даже в этот день Плотницкая тоже. И в Москве был круглый стол посвященный этой дате и бывший заместитель министра иностранных дел, так называемого, министра иностранных дел Борис Борисов говорил о том, что ДНР и ЛНР как государство, у меня сейчас нет цитат, просто перескажу, не состоялись. И софтически они не являются не только народными, но вообще республиками, потому что это сейчас по сути военная диктатура с имитацией парламентаризма. То есть стали хунтой? Да. Ну, как бы, в чем нас обвиняли, на самом деле они вот этим и являются. Я вот слышал, что Захарченко, вот не знаю, там я прочитал комментарии Алексея Мацуки, может быть, я его неправильно понял, но оно звучало так, что вот там была фотография Захарченко в рубашечке, в очках, он теперь в очках ходит, в супермаркете, и говорит, что это последние дни на должности президента, он же там президент, глава ДНР. Глава, да, президентской должности. Это правда, что вот Захарченко могут сменить, или как там? Я думаю, это неправда, Захарченко можно только убить, потому что сменить его нельзя, он избран на выборах, которые Россия пусть не признала, но уважает. Поэтому, даже если у кого-то есть желание что-то там менять, то, ну, а зачем вообще менять? Достаточно лишить человека реальных полномочий, да, или как была в ЛНР попытка лишить Плотницкого, да, реальных полномочий, перераспределив теневые финансы, потоки по углю. Забрать деньги. Да, и все, как бы нет денег, нет и полномочий. Поэтому, собственно, я к чему сейчас подошел. Я вот постоянно говорю, что не надо с ними воевать военным путем, надо с ними воевать экономическим путем. Не будет денег, не будет там, собственно, за что бороться. Потому что Россия туда им денег не давала, если им тоже прекратят платить. Ну, Россия не бесконечна, она тоже не может. У нее сейчас у Сирии есть, потом еще что-то появится. Сирия, города банкроты появились. Ее ресурсы, да, не бесконечны, во-первых. Во-вторых, у России, ну, действительно, наверное, ослабевает интерес. Насколько я знаю, оттуда выведены вот эти все советники, так называемые, военные. То есть, действительно, Россия понемножку оттуда уходит. Единственное, что, конечно, она заинтересована в том, чтобы этот гнойник был в Украине, и она будет всячески его поддерживать. Но надо правильно ослабить момент и правильно войти туда, обратно. Потому что тоже… Ну, я боюсь, чтобы мы этот момент не пропустили. Потому что я говорю, что сейчас как раз наиболее благоприятная ситуация по всем параметрам. Окей, спасибо Сергею Гармашу за эту беседу, главному редактору издания «Остров». А вы оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ